Всем привет! Сегодня я нахожусь в Гонжо, и я решил снять для вас очень полезный ролик на тему, ну для тех он может быть полезен, кто сейчас собирается в Китай езжать по бизнес-визе. Дело в том, что сейчас стали проверять на границе очень часто устраивать допросы, если заезжать по бизнес-визе, потому что у пограничников возникают вопросы, сомнения по поводу того, едете ли вы действительно на деловые какие-то встречи, либо вы едете просто в Китай работать, как раньше. Если вы летите в шортах, допустим, молодо выглядите, но одеты как-то не по-деловому, вызываете какое-то подозрение, то вам могут устроить очень серьезный допрос, там на час-два. Раньше такое только на Гонконгской в основном границе было, но сейчас везде такое встречается в аэропортах. Вот, и поэтому готовьтесь к этому, если вы едете по бизнес-визе в Китай, распечатайте копию приглашения, возьмите контакты какие-то китайцы какого-нибудь, кому есть на что можно позвонить, какую-то переписку там, не знаю, с китайцем, ну, что-то, что вы можете показать, что непросто. Вот я еду в Китай по делам, вам нужно что-то показать, если вот такое у вас будет. На сухопутной границе вроде бы все проще, но пока я не слышал такого, чтобы кого-то проверяли сильно. Вот, а в аэропортах частенько, некоторые проходят спокойно, ну, то есть группа целая пропускает, целый рейс, прилетает людей, все проходят, никого ничего не спрашивают, но некоторые рейсы бывают прям всех подряд допрашивают, это уже не первый раз я слышу, поэтому будьте готовы к всему хотя бы, распечатайте приглашения, приготовьтесь, что вы сможете ответить, ну, куда вы едете, зачем вы едете, как-то описать свой маршрут, цель поездки, вот. Поэтому, то, что раньше было так просто, все въезжали, выезжали, сколько угодно раз, Китай из Китая по бизнес-визе, сейчас эта лавочка подхонечко прикрывает, поэтому относитесь немного посерьезнее, поосторожнее, особенно, если вы едете работать, ну, вот, допустим, едете в Китай с целью работать, бизнес-виза вам нужна для того, только чтобы въехать, и у вас было много времени на поиске работы, ну, как многие делают. И вот, если вы в Китай едете с такой целью, то подготовьтесь к разговору, если у вас будет что-то спрашивать, чтобы не просто, а, а, вот так вот, и говорили, что-то на ходу придумывали, чтобы у вас было что сказать, что показать, и у вас не возникло никаких вопросов. Вот. Обычно, даже если люди несли я колесец, но это еще раньше было, но они уверенно говорили, у меня есть пара знакомых, кого допрашивали на границе с бизнес-визой, есть кто выезжал на один-два дня в соседние страны, виза-раны делали, даже не виза-ран, а бордер-ран, ну, просто выехать, заехать. Вот. И на обоих границах был допрос долгий, я знаю таких людей. Они просто уверенно отвечали на все вопросы, но у них не было даже что показать элементарно, каких-то доказательств. Они просто верили на слово и отпускали. Но прикол заключается в том, что это было раньше, а сейчас очень часто прямо, ну, если люди не могут нормально объяснить, зачем они едут, и что-то показать хотя бы, то могут прямо в аэропорту аннулировать визу и отправить вас обратно. То есть они не будут переживать, что вы там потратили деньги на рейс, как вы назад полетите там, вам еще тратить деньги вообще, то есть, ну, естественно, они об этом вообще не думают. Пограничники их работа заключается в другом. В том, чтобы въезжали люди по визам, чтобы визы соответствовали тому, зачем вы едете в Китай. То есть бизнес-виза – это виза деловая, это виза для того, чтобы ехать на какие-то выставки. Вот, кстати, можете подготовиться, вот вам идея. Узнаете, допустим, в Китае, какие числа, где какие выставки. Можете сказать, вот я еду на такую-то выставку, мне нужно искать какие-то товары там. Это нормальное объяснение. Ну и плюс к этому приглашение, что вот я с этой компанией хочу работать. Номер там какого-нибудь китайца по возможности. Ну, чтобы ехать не с пустыми руками, быть готовыми ко всему. Ну, еще раз повторюсь, внешний вид тоже сейчас смотрят, если вы едете на полном расслабоне, футболки в кепке там, и чуть ли там не с кругом, с бизнес-визой, как раньше вас не пропустят уже. Вот. Вроде бы это все, что я хотел сказать. Ставьте лайки, те, кому было полезно это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.